Девушки отдыхают Эту нет Ну Карин Я знала, что ты попросишь у меня эту книгу И уже заказываю тебе ее в «Читай город» точно такую же Плюс за каждый заказ книги «Шестерка атласа» в интернет-магазине «Читай город» В подарок идет набор эксклюзивных стикеров Вау Стикеры мои, ты и так книгу получишь Вот ты ведьма Скорее не ведьма, а медиан Они более опасны И вообще я бы тебе посоветовала покупать книги в интернет-магазине «Читай город» А не у меня клянчить Тут огромный ассортимент книг Есть раздел «Акции» с постоянными скидками Предзаказы А еще бонусы за отзывы и заказы Классно Интересно, кто я из этой книги? Тоже медальон Не медальон, а медиан Это такой вид могущественных магов Ну вообще ты мне больше лобби Родос напоминаешь Одна из главных героинь А какая у нее суперспособность? Задавать много глупых вопросов Ну ладно, что он там делает? Вообще она не одна Шесть самых талантливых магов мира Они изучают тайны исчезнущей библиотеки Александрии Ее книги могут раскрыть секрет богатств и силы Но им постоянно кто-то мешает Ну это вкратце Но мне осталось одну треть дочитать Очень интересно Я обожаю все про магию и разные тайны общества Все, покупаю Ее доставят в ближайший магазин Читай Город Рядом с твоим домом Чуть про промокод не забыла Раз уж нас все равно снимают Я тогда всем расскажу Используй промокод ГАН И получи скидку 23% Промокод действует до 28 ноября И только в интернет-магазине Читай Город Ссылка в описании Всем привет, меня зовут Егорик, Рома, Карина И мы сегодня снимаем классное видео, которое должно тебе понравиться Как-то так, подожди, мальчик Во-первых, не забирай нашу работу А во-вторых, вы смотрите шоу «Кто твой подписчик?» Где сегодня Егорик будет отгадывать своих подписчиков? Я так предполагаю, слов у меня сегодня не будет Поэтому пойду, пожалуй, займу свое место А мы займем свое Да, да, конечно Всем привет, ребята Ура Смотри Это мои подписчики, реально? Это твои подписчики Ты, может, кого-то узнаешь? Нет Серьезно? Ты что, не знаешь все свои 12 миллиардов подписчиков в лицу? Ну, просто я думал, на самом деле, они поменьше Они все-таки взрослые, видимо, выросли уже 3 года Подожди, а ты вообще встречаешься со своими подписчиками? Ну, на улице только Ну, просто смотри, я объясню Чаще всего подходят ребят, ну, помладше А взрослые, они обычно Ну, я могу вас называть взрослые, да? Не против? Типа, они обычно Смотри на нее, гугуди, бузечка Ну, ладно, она маленькая Взрослые Ну, короче, они обычно что делают? Взрослые, если увидят, они такие Да, окей, я узнаю его И уйдут Типа, они редко подходят А вот мелкие, они приятно Да, можно сфоткаться Смотри, у нас есть категории, по которым ты должен угадать, кто есть кто Сейчас я тебе зачитаю, кто у нас сегодня здесь есть Значит, первый подписчик посмотрел все твои видео за три дня Прикинь? Как ты думаешь, это возможно? Стоп, это невозможно Почему? Сколько часов? Ну, у нас очень много видео, штук 400 Каждый видос идет по 20 минут Давайте посчитаем Кто-то Серкан Булата за сутки смотрит Ну, если на 2х, если на 4х, да, возможно А кто-то твои ролики В нашем шоу все возможно Окей Итак, второй подписчик очень хочет сниматься с тобой Это я Кроме Рома, у нас здесь еще один человек, который хочет с тобой сниматься Третий подписчик попал на пересдачу из-за тебя Судя по всему, наверное, я смотрел твои видео Извините Четвертый подписчик дрессировщик попугаев Как тебе такое? Так, угу Пятый подписчик, его родители запретили ему быть блогером Из-за тебя, конечно же Да почему из-за него? Я шучу, мне родители также запрещали, поэтому это никого не останавливает, ребята Мне не запрещали, мне говорили, что это не работа Шестой подписчик, экстрасенс Чего? Да, настоящий У нас теперь новая передача Нет, это я, это мой заказ Я хочу, чтобы не погадали второго Если кто-то здесь экстрасенс, то мы обязательно с тобой снимем видео Серьезно? Да, у нас есть рубрика, где мы пранкуем экстрасенсов После этого они на тебя порчу какую-нибудь не наведут? Ну, надеюсь, нет Но мы, как бы, чаще всего понимаем, что они шарлатаны, на самом деле Они просто деньги трясутся Ты вот со словами будь аккуратен сегодня, пожалуйста Сейчас, прикинь, стулом Я не верю в это, ребята, я не верю Не веришь? Серьезно? Ты не веришь? Как ты можешь в это не верить? Ну, не знаю, никак не верю Я верю Даже ни в бабок, ни... А черные кошки эти дорогу перебегают Кстати, вот удивительно, я не верю, но все равно обхожу их Потрясающе Дальше Седьмой подписчик Настоящий грабитель Ага То есть, прям, да Если что, нас снимают, ты же в курсе, да? А он в наручниках? Нет Нет Он уже... Ну, я так понимаю, что, наверное, был Ну, это мое предположение А, он, скорее всего, да Кстати, я тебе хочу сказать Что если мы что-то будем тебе подсказывать Не обольщайся, потому что мы не знаем, кто есть кто Мы так же, как и ты, первый раз видим этих людей Это правда Восьмой подписчик Получил работу благодаря тебе Вот это хорошо Вот, кстати, у нас есть очень большая просьба к тебе Этому подписчику очень надо на работу И он ее может потерять Если сейчас не пойдет По-быстренькому надо угадать Да, надо тебе начать с него Если ты ценишь своих подписчиков так же, как они тебя Окей Девятый подписчик Это одна из стройняшек Не из стройняшек Да, я понял Как можно угадать вообще? Ну, мало ли Можно попросить экстрасенс угадать Если ты раньше угадаешь Хорошо Так, и десятый подписчик За него давали быкуп Не на свадьбе, к сожалению Итак, большая просьба человека Который получил благодаря тебе работу Чтобы его с этой работой не уволили Отгадать его первым Подожди, я же не рассказал про колесо удачи Ты что, клипу отбираешь? Ну, я свою работу выполнила Иди домой Итак, Егорик, смотри Здесь есть возможность получить какие-то призы Например, ведущие поют твой трек-бантики Маска для ограбления GPS-навигатор Поездка домой на такси эконом-класса Плюшевый лев Грамота король детей Диск рок-группы Которую ты обожаешь просто Обожаю Мешок картошки Тяжелые времена, да? Казахстанская сим-карта Чтоб можно Штучки скачивать Плакат с Владом А4 Как икона, знаешь? Да-да-да Ура Все, в принципе Но в случае, если ты вдруг не угадаешь Мы забираем один из призов, на который укажет стрелка И добавляем наказание А вот какие наказания ты узнаешь совсем Казахстанская сим-карта мне больше нравится, чем пока от Влада А4, конечно Ты вот не произноси имя в Суе, знаешь? Хорошо Что, мы рассекречиваем, получается, работника, да? Месяца? Да, давайте работника Я не знаю, чем руководствоваться вообще Потому что, ну, все люди работают, правильно? Все одеты по-разному Возможно, чуть серьезнее, чем все, конечно Как может выглядеть человек, который сейчас очень опаздывает на работу? Ну, который вот прям волнуется Так, кто волнуется? Ну, вот парень зеленой футболки, возможно В бочках, который, да? В бочках, да, который Но не уверен Я как будто сейчас на себя смотрю, реально Мне почему-то кажется, что вот парень, который в черной зипке Он, скорее всего, экспрессанс А почему не девочка может получить работу благодаря себе? Может быть и девочка, блин, я даже себе не знаю Ну, короче, нужно так руководствовать Это, скорее всего, точно взрослый человек Ну, постарше Из всех их, мне кажется Самые постаршие Потому что он, ну, шансов, что он работает больше Почему? Да, кто сказал? Я не знаю, ребята, помогите мне Я не знаю, чем руководствоваться Хочешь помощь? Да, давай Значит, смотри Здесь есть человек Который благодаря тебе получил работу Да Отлично Все Спасибо Гениально Сейчас Ура Это может быть и девушка Это может быть и не девушка Что-то мне подсказывает, что это девочка почему-то Ладно И она явно недовольна, потому что ты так долго думаешь Ладно, давайте В бежевом, вот, гольфике Ее, мне кажется, она Водолазка девушка? Да, да, водолазка Это, конечно, может ошибка быть, но ладно Как думаешь, она работает от кем? Ну, да, это мой Не знаю Ну, может быть, менеджером Или, может быть, тоже блогером Ты думаешь, что блогеры опаздывают на работу? Ну, да, да, тупо Простите Она спешит домой? Она, скорее всего, какой-то менеджер Креативщик Может что-то типа из этого Короче, я думаю, что это она Это мой окончательный выбор, ребят Сто процентов Сто процентов Ну, да Карина, фас Итак, девушка в прекрасной бежевой водолазке Скажите, пожалуйста, вы действительно получили работу благодаря Егорику? Нет Я ничего не угадаю, это сто процентов Ромочка Да? Зовите А, прекрасная милая, пожалуйста, подойдите ко мне Как вас зовут? Меня зовут Юлия Очень приятно, Юлия, расскажите нам, пожалуйста Кто же вы из этого списка? Я одна из тройняшек Ну, вот видишь Ну, как я мог до этого догадаться, это же невозможно То есть вы идентичны, вы все одинаковые, Наташа А фотки есть, фотки есть? Они здесь Да Офигеть Вот это поворот Девушка Обалдеть, я тоже так хочу Удивительно, удивительно А знаешь, прям какая-то энергетика такая, да? Да у экстрасенсов аж зазудела сейчас поджелудочный Удобно, если они на одной работе работают Прикинь, сколько дел можно выполнить за раз Да Обалдеть Я первый раз вижу тройняшек вживую Можно вас потрогать? Конечно Да, не настоящие, я уверен Прикольно Не настоящие? Ну, настоящие 3D принтер? Ну, нет, вряд ли Можно я спрошу, а вы вот, когда, допустим, одна грустит или... Так, друзья, открывается рубрика «Тупые вопросы близнецам» Поехали! Когда кто-то одна из вас грустит, вы чувствуете на расстоянии? Да Да Понял А когда кто-то падает, другая чувствует боль? Нет, это мы не чувствуем Нет? Так жаль Ладно, тогда давайте накажем Егорика А, девочки, у вас потрясающая возможность лишить нашего Егорика подарка и дать ему какое-то наказание Мое любимое Крутите барабан Давайте втроем Может быть мы что-то счастливое Возможно Раз, два, три И Казахстанская карта Казахстанская карта Это клево Так жаль, что ты ее не получишь Девочки, любую выбирайте просто, любую и давайте мне Давай Окунуть голову в ведро майонеза Нет, я не хочу этого делать Ну что, ты будешь пытаться помочь дальше человеку, который опаздывает на работу? Это очень сложное шоу Ребята, а вообще, расскажите мне, кто-нибудь угадывает? Конечно В смысле? Часто? Это я один как лох сейчас так затупил в самом деле? Да подожди, первый блин комом, второй тоже Ладно, окей, погнали Ура Давайте экстрасенсы угадаем, он мне возможно дальше поможет Минут пять назад мы сидели и говорили, а давайте мы, пожалуйста, угадаем человека, который опаздывает на работу, потому что он опаздывает на работу У него длинная логическая цепочка, он хочет отгадать экстрасенсы, чтобы тот угадал ему следующего Можно же так пользоваться? Можно, конечно Тебе все можно, ты в гостях Хорошо Экстрасенс Да, экстрасенсы, мне кажется, это парень с краю, который вот в зипчке черный Ой, а Хотя нет, нет, стоп, нет, да, да, да Я знаю, кто он, я вспомнил его, нет, это не он, это не он, это не он, теперь сложно А кто он? А кто он? Я потом скажу Так может быть его отгадать? А так кто попал на... Сейчас Может он посмотрел свои видео за три дня? Может он хочет с тобой сняться очень? Он очень хочет со мной сняться Ура 100% Ну, наверное Почему ты так думал? Да Ты слишком хорошего себе мнения Нет-нет-нет, я просто с ним общался, я не черт, все нормально, я просто с ним общался и по-моему что-то подобное мы обсуждали А он как-то относится к роликам или что? Почему ты думаешь, что он хочет снимать с тобой? А ты его не знаешь? Он тоже снимает видео Я? Да Нет А я знаю А я думал, мы не палимся А Что мы его знаем Ладно, в общем, второй вариант Не, ну он же сам его угадал А, да? Ну ладно Ладно, я его знаю Кож не хочет сниматься с тобой Парень в зипке Парень в зипке, это окончательное твое вывод? Нет, я знаю то, что он блогер, но я не знаю, кто он из этого списка А, я знаю, что он как блогер, я знаю его лично Но это подходит со второе, 100% Карин, стало жарко и душно, ты знаешь Как будто токсичные отходы какие-то прям Аааа, ты... все? Да, я думаю это второй вариант 100% Он очень хочет сняться с тобой Все, можно? Молодой человек Это в черный который ходит Еще раз Молодой человек в черный ход Скажите, пожалуйста, вы действительно очень хотите сняться с Егориком? Да Аааа Невая папета Как тебя зовут? Меня зовут Женя. Точно Женя. Ну всё, мы не снялись до сих пор. До сих пор? Вы до сих пор не снялись? Я помню, что я ему сказал. Я сказал тебе о том, что если ты мне скинешь клёвую идею, мы обязательно с тобой снимемся. Я тоже сам ему сказала. Ты мне скидывал идею, я подумал, что она не сильна. А мы с тобой вот не обсуждали идеи. Мы просто снимали. Мы же не вот эти вот, да? Кто? Кто вот эти? Кто вот эти? Вот эти звезды. Рома, на меня смотри. Я не буду на тебя смотреть. Не буду. Как у тебя подписчиков? Пять тысяч. А ты давно занимаешься блогингом, снимаешь ролики? Года два уже снимаю. И ты прям вот мечтаешь, хочешь сняться с Егориком? Хочешь, я его поддержу. Энергетика сойдется, я на позитивчике, он тоже на позитивчике, будет круто. Но, как он сказал, идею, так сказать, получше придумаю и снимем. Супер. Все, мы с тебя слово взяли. Я приглашаю молодого человека. Это зафиксировано здесь, ребята. Говорю ему спасибо. Да. И мы с ним прощаемся. Да. И он идет писать классные идеи. Да. Ура. Ну что, Евгеш, давай. Пока. Ну вот, ты хорошо начал. Да, начал неплохо, конечно. А человека скоро уволят. Да, часики тикают, зарплата пропадает. Так, что, через экстрасенсы пойдем? Нет, наверное, сейчас вот сложный экстрасенс. Я думал, что это он, потому что он в черном. Теперь сложно руководить. Серьезно? Угу. Давайте просто искать того, кому на работу сейчас. И кому же сейчас на работу? Тот, кто, наверное, самый грустный, потому что он спешит. Может быть... Да, не все невеселые. Посмотри на него. Девочка в джинсах и в кофточке вообще, мне кажется, она всех ненавидит. Ладно, мне кажется, вот девушка в бордовой футболке она, наверное, спешит. И кем ты думаешь, она работает? Не знаю. Сложно сказать. Она может работать с кем угодно. Слушай, я никогда не подсказываю, но вот эта девочка так на меня смотрит в таком зелененькой футболочке. Она просто меня сейчас убьет, мне кажется. Какая, какая? Сурает глазами с сережечкой, с кругленькой. Не знаю, это я не экстрасенс, можешь меня не слушать. Я тоже думала, что девушка вот в бордо, но вот просто я сейчас сказала. Она вот прям, как будто вот ей нужно на работу. Вот нет такого ощущения, я прям спешит. А какие, если нет? Вот это бы тупо. Ладно, ну давайте, нет, давайте все-таки она, мне кажется, вот она прям подходит. Девушка в бордовой футболке. Бордовом, да, да, да. Ну согласитесь, со мной разве нет? Уверен. Ну да. Ну давай. Давайте. Карина, фас. Девушка в бордовой футболке. Скажите, пожалуйста, вы действительно получили работу благодаря Егорику? Нет. Ай-яй-яй, осечка! Да блин! Осечка! Приглашаю прекрасную девушку ко мне. Да. Подходите. Вы потрясающе выглядите. Спасибо. Меня зовут Рома, очень приятно. Полина. Очень приятно. Полина, скажите, пожалуйста, кем же вы являетесь из этого списка? Дрессировщиком попугаев. А, блин, точно могу. Ну да. Я думаю, просто мой парень в очках, блин. Дрессировщик попугаев? Ну, вообще по жизни я ветеринарный врач, орнитолог. По большей части я занимаюсь хищными птицами. У меня дома живет пустельга, сова. Кто-кто-кто-кто? Пустельга — это сокол. Также сова, неясыц. И два попугая Жако. Один сейчас со мной. А сокол не опасен? Он с вами сейчас? Да. Ромочка, ты пустинга. Можно посмотреть? Да, конечно. Покажите вашего попугая. Сейчас вот такой вот вылетает. А я покажу своего. Попугая. Да у меня волнистый, все нормально. Рома, идиот. Я про попугая. У тебя попугай дома? Нет. Моя курочка. Он умеет разговаривать? Мы с ним начали заниматься всего два месяца назад. Вот он уже укает. И он умеет пародировать... Егорика? Как смеются люди, он умеет пародировать. Он умеет как сова разговаривать, умеет мяукать, умеет гаскивать. Мяукать? А вот так умеет? А как его зовут? Зовут Жак. Жак. А посмейся как человек. Посмейся, Жак. Для того, чтобы он посмеялся, нужно посмеяться. Но он что-нибудь подмену? Подмену? Ему нужно смеяться искренне, чтобы он посмеялся. Блин, сложно искренне. Давайте посмотрим ролики Егорика и будем искренне смеяться. Он умеет еще говорить свое имя. Умеет говорить привет, спокойной ночи. Он мне каждый вечер говорит спокойной ночи. Так покажи, пожалуйста, что же. А можно попросить, чтобы он сказал что-нибудь? Ну, он такой стесняшкой, если он захочет, он скажет. Так можно про всех шапугаев говорить. Жак? Жако. Жако, привет. Он на тебя перышки вышлил, смотри. Он напрекся реально. Привет. Кажется, он тебя боится. Алиса. Алиса, привет. Подожди, а он что-нибудь может сделать? Сальто, например. Он подозревает. Ну, мы с ним занимаемся всего два месяца, пока только разговаривать. А можно его погладить или он сапнет? Можно. Я тоже хочу. Гладить всех птиц можно только вот так вот. А, вот так, хорошо. Да. Я, пожалуй, не милый. А зачем ты его головой гладишь? Вот так. Ему как раз около головы и можно. Я просто шарю. Они мягенькие. Они мягенькие, да. А потом? Нет. Нет? Жако, ты очень красивый, потрясающий человек. Не трясись так, пожалуйста. Чего? Привет. Вот стесняшечка. Давай ты поддержишь Жако, а мы выберем наказание для Егорика. А можете на голову посадить его, пожалуйста? Ну, пожалуйста, я очень боюсь птиц. Пожалуйста, не надо. Реально, у меня фобия. Давай я подержу. Только, наверное, на ручке. Дайте, я буду держать, но, пожалуйста, близко к лицу, не подносите. У меня реально фобия птиц. Ура. А можно его поцеловать? Он, кстати, умеет пародировать звуки поцелуев. Я говорю, он стесняшечка. Мне кажется, попугай просто... Он близнец по знаку зодиака. Так, давайте, крутим колесо. Ладно, крутим колесо. Он близнец? Почему? Мы такие обидчивые и стеснительные. Ой, как жаль, что тебе не достанется диск рок-группы, Егор. А там вообще на спорном... Да, на спорном. Жаль. Нет, был диск рок-групп. Ладно, хорошо. Рома может себе позволить сам выбрать. Да, он же тоже рандом. Пожалуйста, доставай любое наказание, давай мне. А я вернусь. О-о-о-о-о-о-о-о-ой. Навалил так навалил. Мне кажется, он реально у тебя поидит, Ром. Удоровая птица навалю. Наказание. Убрать какашки за Жако. Ура. Ура. Пожалуйста, заберите вашу потрясающую курочку. Позвонить Лёше Майсак и предложить объединиться, чтобы превзойти Влада А4 Во-первых, нет задачи превзойти Влада А4 А во-вторых, мне телефон изъяли Ура, спасибо вам большое У вас потрясающий попуг Боже, как вы его грудите-вертите Потрясающий попуг Простите, иди сюда До свидания вам, вы классные Видимо, он любит боль, может, надо его ударить, чтобы он поржал Нет, они просто у меня падают бомбочками на постель, поэтому ему это забавно Понятно, спасибо вам огромное, вы наша палочка-вручалочка, ура Вот, в принципе, сейчас была картина, чтобы было, если бы у меня были дети И у меня Так, ну что Экстрасенсы, может быть? Почти хорошо идем Да, неплохо, я бы сказал Так, посмотрел все твои видео за три дня Сложно попал на пересдачу из-за тебя Так, на пересдачу На пересдачу, это зачет Помнишь, да, что человек опаздывает на работу? Ой, да, я опаздываю Можешь завериться? Ну это сложно Ладно Мы не ищем легких путей Ладно, давайте, вот, девушка в зеленом Ты мне доверяешь? Да, доверяю Серьезно? А если я отгадала, что будет? Ну, я не знаю, что будет Ну могу сфоткаться Что ты можешь? Сфоткаться? Ты мне? Ладно Ладно Хорошо А если я нет, давай на какое-нибудь желание Что-нибудь интересное Давай на желание, окей Если ты права, то я выполняю твое желание, так? Да А если Любое Любое? Нет, в смысле любое Да, играйте на любое желание Такое, чтобы только в телеграм можно загрузить? Ну, слушайте, в рамках приличного Любое желание в рамках приличного Хорошо Ну, придумаем Вы готовы? Я тоже могу желание придумать Я кушать хочу Короче, поехали, ребята Все Давай, все, разбивай, Рома Ты считаешь, что вот эта потрясающая леди Но она просто на меня очень смотрит подозрительно Она, ты думаешь, нашла работу благодаря тебе? Устроилась на работу благодаря тебе? Ну, да, возможно Все? Да Карина Фас Так, девушка, помогите мне Я хочу кушать, а не хочу выполнять Егорику желание Скажите, пожалуйста, а вы действительно получили работу благодаря Егорику? Да, это я Серьезно? Заказывай жрачку! Ты хочешь кушать? Не, реально? Офигеть Реально, ну пообщайся, узнай Это так работает, ладно, я понял Хорошо Хорошо Я не знала, я тебе серьезно говорю Карина, в дальнейшем играем только на задание Да я тебе правда говорю, я не знала Ты не хочешь узнать ничего? Да, я хотел бы узнать Я уже опоздала Ты же опоздала? Реально? А как вы работаете? Фиар-менеджер Ты так и говорил, кстати Да, я так и подозревал Клево, ты молодец Тебя не уволят? Не знаю Как тебя зовут? Меня зовут Полина Расскажи историю, как тебе работу-то дали? В январе мы сидели с подружками и решили, что надо найти какую-то работу И я не хотела быть какой-то супер банальной Я решила, что я хочу пробовать себя в медиасфере И поскольку я слежу за всей лигой, я решила написать всем на почту И мне поступил ответ с почты Егора Мне предложили стажировку в медиакубе, с которым как раз ты работал Работа ешь И я решила, что ну попробую Ничего не потеряю в любом случае Параллельно с этим я посещала различные мероприятия Смогла познакомиться с менеджментом лиги И в конечном итоге в июне я пришла к тому, что мне предложили работу пиар-менеджером, но с артистами То есть благодаря этой стажировке в итоге я смогла пробить Слушай, давай может быть мы все вместе запишем видео, чтобы тебя не увольняли, что ты пришла сюда А можно, если это не секрет, с кем, например, вы работаете с артистами? Хотя бы одного Один из артистов это Джей Мар, который был финалистом песни на ТНТ И Стас Гангсбург Круто Блин, это круто вообще, ты молодец Ну, браво Благодарю тебе Получается, пожалуйста, на работу бегите Она решила сама написать Это круто, браво На какашку не наступи, пожалуйста Все, обнимаю, обожаю, ура Спасибо тебе Спасибо тебе Здравствуйте Вы смотрите новости шоу-бизнеса И сразу к важным новостям Сегодня утром Ваня Митохин вышел на улицу, в чем мать родила Разбежался и врезался в кирпичную стену Так он запустил новый челлендж в социальных сетях Как сообщают аналитики, на данный момент челлендж пока никто не поддержал На место уже выехала бригада психиатрической помощи У Риты Бланш появился новый молодой человек Как утверждает певица, такого она еще не испытывала Напомним, что это ее 17-е отношение за последние двое суток Пожелаем ребятам удачи на эти ближайшие пару часов Валерик, я больше не могу это читать Это какой-то бред У меня есть же высшее образование Я всю жизнь мечтала вести добрые, полезные передачи А тут зоопар какой-то Кариночка, ну успокойся Понимаю, сложно Меня самого сегодня уже два раза тошнило Сходи за кофе Мне сейчас обед привезут А у меня с собой нет карты Телефон к терминалу приложи Ты в каменном веке, что ли, живешь? В смысле? Сейчас же... Господи, смотри Заходишь в Google Play или AppGallery или Rustore Качаешь приложение MirPay Открываешь, привязываешь свою карту Мне кажется, все просто Платить MirPay можно в любом терминале В котором принимаются бесконтактные карты Mir И что важно Оплата доступна на смартфонах с Android Так, Валерик, все, мне некогда Мне еду привезли Вон, видишь, все как просто Ты, кстати, скачал? Да, скачал Ссылка на приложение в описании под видео Все, дуй за кофе Я пока поработаю Каждый артист, который придет к нам на съемки Должен прикоснуться к этой какашке Классно я придумал Не, не убирайте реально, это на память Давайте выбирать следующую категорию, пожалуйста Так, все, теперь мы никуда не торопимся Поэтому дальше Слушай, ты не хочешь экстрасенса? Хочу очень, он может помочь дальше Так, ну... Пожалуйста, давай подумаем, кто бы мог быть экстрасенсом Ты думаешь, что это только мальчик или может быть девочка? Нет, ну может быть и девочка, конечно И ты ориентируешься на черные цвета, правильно я понимаю? Да, да Ты думаешь, что если это экстрасенс, то обязательно у него должен быть черный волос? Ну, конечно Я что, по-твоему, Наталья Бантеева? Ты Влад Кадони Может быть, я Джулия Ванг? Влад Кадони Это как раз-таки тот человек, который просмотрел все сезоны Серьезно? Да Тебе нравится? Ну, это очень классный сериал Веришь? Такая постановка прекрасная Креативщики Ну отстаньте, вы вообще все неправды говорите Я верю во все это Реально? Если ты здесь, я в тебя верю Давайте попробуем Можно я тебе тоже помогу? Да Егорик Выбирая экстрасенса, смотри прямо в глаза Да, да, да А можно ближе подойти? А можно ближе подойти? Или на расстоянии только? Ну, не совсем близко Ну, слушай, учитывая, что Голышева чуть на голову не залезла Голышева девочка Егорик мальчик Ладно Можно, да? Да, да, да Возможно, знаете, просто линзы могут выдать человека Ну, просто ты ничего не спрашивай, ты можешь просто посмотреть Да, смотри, смотри Так, так, так Мне кажется, я знаю, кто Мне тоже так кажется Так, окей Мне кажется, я знаю У меня есть две версии Две версии Девочка в салатовой куртке И Томми Хилфигер Это его так зовут? Да, его так зовут А, это кофточка Да, это кофта А почему ты так думаешь? Ну, у них как будто бы глаза такие Как будто в них линзы есть А линзы, это вот первый признак, что Какие линзы? Ну, может, мне кажется Может, у нее такие глаза необычные Вот у девочки в салатов, смотри, есть, есть, нет? Блин, она так похожа А можно я проверю экстрасенсы на экстрасенсорную способность? Подождите Можно, Карин? Энергетика должна быть помощнее, да, чем у всех? Карин, можно я проверю экстрасенсы на экстрасенсорную способность? Иди уже, иди, господи Девочки, начнем Девочки, начнем, пожалуйста, Ром Уважаемый экстрасенс, скажите, я тварь? Нет, Ром, так и не работает Все тихо, спасибо Она без экстрасенсори Она не экстрасенсы Она не экстрасенс Она не экстрасенс Ром, хочешь я это скажу? Да Ты не тварь Ты мразь Красавчик Так, ну что, как ты думаешь, кто? Честно, я не знаю, но Это нереально, ребята Я предполагаю Я тоже предполагаю Мы можем помочь Ну, давайте, давайте Нам с Кариной кажется Давайте так, если вы правы, я выполняю задание Нам с Кариной кажется, что экстрасенс это Тебе тоже он кажется Да Это он Бинго Потому что энергетика какая-то Да, и я смотрю ему в глаза, и я понимаю, что Что-то там То у него очень мощная энергетика Мне кажется, что он может обладать какими-то экстрасенсорными способностями Мощнейший Вообще, экстрасенсорные способности это та же мышца На самом деле, мы всеми этим обладаем Просто мы это не развиваем Что? Нет Ты не знал, что это экстрасенс? Я не верю в это Нет, но это как У тебя есть предчувствие Или, допустим, когда ты заходишь и чувствуешь энергетику Предчувствие, это прогноз просто Прогноз показывают по телеку А это Тоже показывают по телеку Но смотри Мне кажется, что мы тоже экстрасенсы Мы же могли пойти работать куда-то в другое место Но почему-то подсознательно мы решили снимать контент Потому что мы ленивые уроды Это правда Ладно, Томми Хиллфигер Томми Хиллфигер И все В принципе Уверен? Ну да, но тут, наверное, скорее всего он Да Карина Фас Молодой человек Скажите, пожалуйста, вы действительно экстрасенс? Томми Хиллфигер, брат, пошел Да Я говорю, это Ребята Что-то здесь не так Что-то здесь не так Что-то здесь не так Вы же чувствуете? Я уже должен два задания Ладно, хорошо Я рад, что он экстрасенс А теперь ты можешь помочь мне в дальнейшем Отгадывать ребят, пожалуйста В команде поработаем Это коллабора Он тебе может только с одним человеком помочь Максимум Ты можешь у него спросить кого-то одного Хорошо, можешь помочь с одним? Изучай, брат Изучай Давай, выберем, знаешь, кого? Посложнее Давай, чтоб не потом попроще Выбери экстрасенс Я могу помочь Прочувствовать каждого из присутствующих И Дать прогнозик небольшой Во-первых, мы с человеком не поздоровались Сразу что-то от него требуем Блин, работать его заставляет Да Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Я Ремиль Высоцкий, участник новой битвы экстрасенсов Воу Реально? Крутяк А вы А вы уже снимаетесь там? И вы уже нашли человека в багажнике? Нашли? Реально? Ой-ой-ой, вы же в этом не верите Мне очень многое интересно В смысле, вы не верите? То он не верит Ну я не верю, но А там вот, например, всякие экстрасенсы приходят с какими-то атрибутами, да? Там убивают кого-то, горло разрезают кому-то А вы как это все делаете? Я работаю через карты Тароу, я работаю через Сифию Огня У меня множество атрибутов, артефактов на различные ситуации А давай на Егорике что-нибудь проверим? Можем что-то показать ему? Ну давай У вас камни в почках Но он же скептик, он не поверит мне А, я скептик, да Так оно и своим Если он расслабится и просто будет смотреть на мои слова с точки зрения наблюдателя, а не скептика, то я бы сказал то, что я вижу Я могу приблизительно сказать в каком году что примерно могло произойти Прикольно Давай попробуем? Я попробую расслабиться, правда Я бы хотел взять свою атрибутику Пожалуйста Сейчас прикинь ворон огромный просто Ура Нет, у него карты Тароа, чаша восьми пентакли, карта жрицы Не спрашивайте откуда я знаю Не надо, я сижу на прямых эфирах Подвешенник еще есть, да? Утопленник по-моему Да Весельник Меч Карты Так я правильно понимаю, он мне сейчас скажет, что у меня в каком году было, типа Ну приблизительно Могло бы произойти Могло бы произойти А, ну могло бы произойти что угодно Нет, нет, что было А это же правда, да, что ваши карты, которыми вы пользуетесь, трогать чужому человеку нельзя Да, нельзя Давай А вставай прям сюда Блин, ну ты реально шаришь Я гадалка У меня была мечта сняться в сериале «Слепая» и в «Знахарке» У меня в «Мухтаре» мечта Хочу в «Мухтаре» Мухтар, напишите Вам нужны актеры? Мечтаю сняться в «Слепой» Попроси в «Мухтаре» Попроси меня в «Мухтаре» Егоре хочет сняться в «Мухтаре» Угу По моим ощущениям, 10-й, 9-й годы Чувство одиночества, как будто бы тебя не понимают Проблемы в сфере семьи были Проблемы с близкими Мне показывают, что ты как находишься внутри себя и хочешь скрыться То есть и отправляешься как в некий новый путь Далее у меня идет такое ощущение, что в 19-м году были как проблемы в сфере личной жизни Некий обман, попытка подставы То есть нечто такое вот важное решалось Была также конкуренция То есть мне показывают 3-4 человека приблизительно Как они между собой конкурируют Далее, что я могу сказать На самом деле у тебя есть магические способности И довольно они неплохие По линии матери у тебя был предок, который занимался магией Мне темную женщину показывают темного цвета волосы Это не смешно? Не, не, не смешно Поскольку я говорю о тебе Извини Далее, что мне идет Человек очень вспыльчивый, огненный на самом деле Если разозлить Можешь хорошо на самом деле Плести интриги, обманы некие То есть у тебя прям в голове это есть Если тебя разозлить, то ты добьешься своей цели любым образом И в основном твое оружие это твое ум, твое мышление Приблизительно через 2-3 года может произойти переезд Переезд будет в сторону Азии приблизительно То есть эта сторона мне идет Серьезно Круто Есть моменты, конечно, которые общие Ну вот так вот, если вдуматься, описывают некие ситуации Но я повторюсь, так как я человек публичный слегка То я думаю, что это Я бы не хотел многие моменты о тебе личные рассказывать на камеру Я считаю, что это будет с моей стороны более правильным Я понял О, это хорошо Круто Подождите, а можно, вот ты даже не подготовлен, если даже к тебе, допустим, шоу А скажи мне что-нибудь Можно мне листок бумаги, ручку, чтобы ты от своей руки написала дату рождения и имя? Я маг Я тоже А можно листочек и ручку? Я тоже хочу, чтобы у меня что-то А ты правда чувствуешь, что у меня есть какие-то, ну, поколения? На самом деле есть у тебя способности И ты в детстве что-то мог ощущать рядом Что-то мистическое произошло у тебя в жизни То есть мне показывают опечаток, след есть Понял, понял Пока Карине несут листик с ручкой, скажите, пожалуйста, а во мне что-то есть магическое? Всех просто Я просто реально Своей рукой, да? Попозже Спасибо большое Просто я в детстве постоянно мне казалось, что у нас в доме есть призраки Мне казалось, что я даже видел барабашку У тебя был о чем? Есть о чем? Нет Просто, возможно, представь, может быть он был Ну, никого нет Ну, если только моя мама и Карина Кросс Которая любит моя мама И очень мечтает, чтобы мы женились, но нет А, прости Все, вся информация, ура Почему так волнительно? У меня такое ощущение, что ты как хранительница своей матери То есть как девочка воплощенная для того, чтобы маму защищать Скажу одно По отцовскому роду у меня идет такое ощущение, что проблемы с сердцем у кого-то были И тебе надо в этой жизни беречь сердце То есть, знаете, есть у каждого человека моменты, которые у него уязвимы в этом воплощении Каждый человек воплощается с определенными качествами Что я тебе еще могу сказать сейчас? Очень мощная интуиция, постоянно выбор в жизни, двойственность Человекомпад, может ощутить обман и сразу за столом сказать Ты мне врешь и даже встать уйти Но в отношениях даешь манипулировать собой очень сильно И такой вот момент, что у тебя очень сильный такой вот поток То есть, чуйка на самом деле очень мощная Сейчас, секунду Тихо Страшно? У меня руки вспотели Семнадцатый, восемнадцатый год У меня идет образ Образ идет мужчины Темненькие скриволсы То есть, семнадцатый, восемнадцатый год Как попытка обмана То есть, я не могу подробности эти рассказать Поскольку я здесь не один и мне лично надо разговаривать с человеком Попытка обмана и почему-то я чувствую даже опасность жизни Как некая могла бы произойти На самом деле, я тебе так скажу, что У тебя есть как некие способности Ты можешь руками человеку боль как-то снять То есть, тебе достаточно поговорить Ты как губка, которая может впитать негатив этот Переработать его как-то и убрать То есть, ты в основном как некий психолог для своих друзей Постоянный психолог Но я тебе так скажу, что Погоди, тихо Это Брайн Мопс Это Брайн Мопс Знаешь его? Брайн Мопс Нет? Тихо Сейчас в оморок упаду Можно? В 2022 году Переезд какой-то планировался Почему? Дорогу показывает мне А, переезд, да? Ну, это уже такие моменты Ну, ты Все, мне кажется достаточно Потому что Слишком много Ну, в следующем году Можешь замуж выйти, я тебе так скажу Можем это даже снять Можем это даже снять И в будущем, как некий прогноз от меня будет Спасибо большое, Брайн Мопс Я тебе так скажу, у тебя все получится И в следующий год для тебя прям такой особый Очень много энергии и любви Спасибо тебе большое Спасибо тебе большое А я к вам на сеанс чуть попозже зайду Вы очень крутой Браво, вау Удачи Вау Слушай, если честно Я могу сказать Я много видела, ну, разных людей И он прям Попал? Ну, он прям очень чувствует И поставьте лайк, если он похож на Брайана Мопса, пожалуйста Осталось мало Полпути с тобой прошли Да, ну, смотрите Настоящий грабитель попал на пересдачу из-за тебя Родители захотели быть блогером А грабитель может быть девочка Да, может быть и девочка Смотрите, она достаточно такая Дерзкая Дерзкая Да, внешне Внушает то, что нам нужно проверить после съемки свои кошельки Это факт Ура Настоящий грабитель, блин, ну как То есть это человек, который уже, ну если он тут, он уже отсидел У него была ходка Ходочка была небольшая Да, мы не знаем, сидел он в тюрьме или нет, упаси боже Но мы знаем, что у него был план ограбления Да Да Ура Давайте Настоящий грабитель А Серьезно? Вот это не ваха Ну блин, вы начинаете меня Ладно, хорошо, не она Окей Я перебываюсь Ну смотрите Точно не девочка в бежевой худи Точно Но она слишком маленькая А может это подвох Слушай, а ты не хочешь Вот как ты думаешь, кто настолько кайфует от твоих видосов Как должен выглядеть человек, который может все твои видео посмотреть за три дня Все Все Не все Но вот это, возможно, больше близко помладше ребятам Скорее всего, вот как раз таки либо она, либо девочка в салатах Окей, давайте попробуем выбрать вот эту версию Посмотрел все твои видео за три дня И Ага Хорошо Давайте вот девочка в бежевой худи Да-да-да-да Она вряд ли бы попала на пересдачу из-за меня Настоящий грабитель Она тоже вряд ли За нее не давали выкуп, да? Ну Ну это вот Может быть, но больше, мне кажется, первый вариант Может ей запретили быть блогером? Точно Тут еще такая версия, да Слюбить блогером Нет, все-таки она Мне кажется она А это твой окончательный ответ? Да-да-да-да Решился? Карина Фас Сложилось некое... Я не могу Фасать ребенок Все мы люди Малышка, скажи, пожалуйста Ты действительно посмотрела все видео Егорика за три дня? Что? Да Обалдеть! Да Спасибо тебе большое У тебя так много времени на это? Ты в 6х смотрела, надеюсь? Нет Нет, реально? Егор, у тебя 280 видео, а не 400 А, да, мне пока Нифига себе, ты тут накинул себя Ну накинул очень много Подождите, подождите Малыш, как тебя зовут? Меня зовут Даша Очень приятно То есть ты Ну там я назову там Порядок любого видоса Ты можешь сказать, что это было за видео? Да В принципе могу Это звучит как челлендж Ты не снимала об этом видео, как ты посмотрела все видосы? Нет Это даже... Хорошо, ну давай, например О чем было десятое видео Егорика? Так Нет, так сложно понять Это сложно? Думаю, да Ну ладно, просто решил докопаться А самое первое? Не было с Яной Да-да-да-да Она права А последнее? Про то, как они на вертолете улетали Блин Можно я тебя обниму, пожалуйста? А самое любимое скажи какое? Про экстрасенсов Блин Это ж вообще Это супер подписчик Экстра Ультра подписчик Спасибо тебе Это очень круто Да А ты давно его смотришь? Ну летом начала Знала о нем давно Но когда я смотрела летом В июне у него было двести сорок шесть видео В среднем по 16 минут И я две ночи не спала, а одну поспала Блин, это так мило Спасибо тебе огромное Я прям на стране Браво! У меня тоже можно? Карин, нам надо с тобой задуматься над нашим контентом Спасибо Чтобы у нас тоже такое было У меня есть такое Классное Очень круто Ну ты тоже молодец Посмотри как Ну ты странно Экстрасенс повлиял на тебя Так, кого дальше будем? Очистил Да Кого мы выбираем дальше? Так Настоящий грабитель Родители запретили быть блогером Попал на передачу из-за тебя Попал на передачу Кто похож на блогера? Попал на передачу На блогера? Ну девочка в салатовом Потому что она яркая Ну типа блогерам что присуще Яркие какие-то цвета Тем более сейчас Сейчас так брови нахмурил Ты че? Ну я просто Сама яркость Ну Молодым блогерам Давай так Которым блогерам, которые помладше Прям Которые вот новенькие, свежие Подожди, мы по-твоему старые? Нет, нет Ну имеется ввиду прям фреш Он конкретно нам сказал, что мы старые Он сказал, ты Карина Кросс, ты старуха Ты слышала? Копай, копай себя дальше Ты не послышал Ты не забываешь, что у тебя желание еще? Хорошо, это чисто мое субъективное мнение Мне так кажется Я думаю, что Родители запретили быть ей блогером Девочки в салатовой куртке Да Да Сто процентов Ты уверен? Ну думаю да Ты такой типа я уверен Давай Мадемуазель В салатовой курточке Скажите пожалуйста Вам действительно Родители запретили быть блогером? Да Это была я Да ладно Ну смотрите Уже попроще стало Как ты это понял? Ну говорю Вот атрибут яркий Это вот Ну это правда Я всегда одевалась ярко Это неправда Моя курочка Вот так Я всегда одевалась ярко Я всегда пытаюсь быть Ну ты изначально чувствуешь себя креативнее многих Понимаешь А как тебя зовут? Меня зовут Валентина Валентина А как тебе? Расскажи историю Как родители? В общем-то родители мне запрещали быть блогером Потому что я хотела стать в маленьком возрасте Лет 6 наверное было Угу Мама хотела чтобы я стала врачом И естественно не хотели чтобы я портила себе репутацию Угу Сейчас все говорят что вот блогеры там Ну вы знаете же какие плохие вещи говорят Да Вот и в принципе многие блогеры плохие Ну да Да Вот не будем называть схемина Угу Я хотела всегда доносить людям Важную информацию Потому что я занимаюсь и вокалом И танцами Много учусь Развиваюсь в разных направлениях Вот Спасибо большое Иди сюда А она мне тоже нравится Кстати хотел сказать это очень классная песня Спасибо большое Лариса Лариса Викторовна Девочка хорошая Старается Трудится Что ж вы ей запрещаете Чем бы дитя не тишилось Знаете как бы Работает Снимает Монтирует Само же монтируешь Да Не как Егорик Монтирует сама Работает музыку накладывает Сценарии пишет Ну хватит ей запрещать Врачом может быть каждый А блогером Не все И денег там много Вообще-то очень Все Себя 50 рублей Хорошо Я дам потом Давай пока-пока Ты супер пока Молодец Ты видишь хорошо идешь Хорошо Но ты оставил себе Не накарками Самое сложное Настоящий грабитель Да За него давали выкупы Да Попал на пересдачу из-за тебя Да Попал на пересдачу из-за меня Все тут взрослые Поэтому скорее всего все учились в университете Либо в другом учебном заведении Настоящий грабитель Но Но грабитель кому присуще Больше ну парня Потому что Тут надо какая-то Ты только что говорил, что она грабитель Нет, но я все-таки считаю, что Какие мужчины непостоянны? Я считаю Я считаю, что все-таки Это больше Присущая парня Поэтому наверное Настоящий грабитель это он Парень зеленый Твой отец? В футболке Да, твой отец Ты обалдел Пришло время Возможно это клевета Ты уверен? Все? Поехали? У вас Отец Ромы Пап Он такой улыбчивый Может быть и не Не вам все окей Так Ты постоянный или не постоянный? Все, я постоянный Все Итак, скажите пожалуйста Вы действительно Настоящий грабитель? Да Ребята, посмотрите Кто здесь отец Рома, твой отец грабитель Я отец Рома Посмотри, я угадал всех Уважаемый папа Я чего-то не знаю Возможно А как это вышло? Как тебя зовут? Меня зовут Азамат Никто не подумайте Типа то, что я прям вор какой-то Или еще Я в своей жизни жвачки не украл Без повода Был у меня кореш Такой Ну я считал его своим другом И типа Когда он был в проблемках Просил денег В долг Я всегда ему давал И какой-то момент Перешло за то, что он просто Ну не возвращал мои деньги У него была типа Лавочка небольшая Где аксессы продавались Ну я взял оттуда его наушнички Он мне должен был Он мне должен был Он мне должен был гораздо больше Поэтому как бы Я не считаю себя каким-то плохим Из-за такого поступка Но он просил и после этого Еще много раз Не дружу я с ним больше Он такой, да, чел Ты напугал нас конечно Такой категории Не-не-не, можете не проверять кошельки На самом деле У вас бывало такое, что Вот вы случайно в магазине Типа Положили там Ну у вас было много В пакете много продуктов И вы случайно тем Срок карман положили Типа на кассе Положить на кассу Но забывали про это Нет Вообще не разу Тогда меня можно вписать Сюда, ребят Ладно, смотрите Настоящий грабитель Мы отгадали Да За кого же давали выкуп И кто попал на пересдачу За тебя Попал на пересдачу Сложно Давайте с этого начнем Попал на пересдачу Они вдвоем Могут попасть на пересдачу Но давайте Все-таки Девушка В розовом Это же розовый цвет Ну бледно-розовый Лиловый Лиловый В лиловой футболке Спасибо, Рома Лаванда Это лаванда Да, девушка в лавандовой футболке Слово приятно Лаванда Лаванда Скажи красиво звучит Красиво, да То есть ты вообще даже думать не хочешь Рассуждать Я чувствую Вот знаете, вот пришел экстрасенс Он видимо какую-то чакру во мне открыл И теперь Теперь ее не закрыть Теперь ее время не закрыть Это твой окончательный выбор Да Карина Let's fucking do it Уверен Итак Девушка В лавандовой футболке Скажите, пожалуйста А вы действительно Попали на пересдачу из-за Егорика? Да Да как ты это делаешь? Ребята, посмотрите, кто отец этого шоу Он только что зашел обратно туда Ну это удивительно Расскажите Плохо В общем-то у меня есть такая глупая привычка Записывать У блогеров Которых я смотрю На листочке Видео, которые я еще хочу посмотреть И в ночь Перед экзаменом Я в этом году сдавала ОГЭ Я написала шпоры на точно такой же листочек И кинула в первый ящик Ну то есть мне ни к чему было И на утро я перепутала бумажки И когда я вышла на экзамене в туалет Я увидела ролики Егора Блин Они не подходили, да? Брат Это случайность, конечно А как его зовут? Мы не познакомились Алена Алена, очень приятно Это Карина Кросс Егор Гусейн Гасанов Прикольно Неприятно, конечно Да, но это случайность Видите, так бывает в жизни Ты же отписалась от него после этого? Нет Мне сегодня должны результаты прийти уже в пересдачу А может он уже пришел? Может быть У тебя с собой телефон? Открывай Давай сейчас посмотрим Блин, а прикиньте сейчас вот реально не сдала Прикинь сейчас Через два А прикинь нет А прикинь нет И об этом все узнают И Егорик возьмут ее на работу к себе Он с ними с ней 16 роликов Так Ну что, пришли? Нет, иди сюда Давай все вместе смотреть Куда ты пошла? А ну куда должны прийти на почту? Камень, камень Давай смотреть Всегда хотел себе длинные ногти Чтобы по экрану подключать, знаете? Девушки это делают Не работает? Не работает Ну ладно Мы поддерживаем с тебя пальчики Чтобы точно ты 100% сдала Вот Ты молодец Выбор, конечно, сложный Так За него давали выкуп Получается Надо подумать Надо подумать Можно ошибиться За кого же? А есть помощь другу или что-то? Хочешь я тебе помогу? Можно? Ну давай, ладно, окей Смотри, мне кажется Мне кажется, что вот За нее давали выкуп Не за нее Не за него Это, возможно, подсказка Что остался один вариант А за нее 100% Все Ладно, ребята За нее давали выкуп 100% Как тебя зовут? Ура Я могу шевелиться Рассказывай Сначала я бы хотела обняться Потому что спина затекла И я очень надеюсь На твои руки Очень надеюсь На твои руки Хорошо Теперь Говори, как тебя зовут С тебя 250 рублей За сеанс лечения Я была Маша И я Я всегда не знала Популярный блогер Миллионник Мария Томо И мне часто пишут парни Хотят познакомиться Пообщаться Ну и как-то раз Мне написал турок Ну я решила ответить Пообщались Подружились И стали мы Друзьями по интернету Ну и во мне Проснулся пранкер Решила я вас всех друзей разыграть Сказать, что мы Решили пожениться В общем разыграли всех А все вдруг радоваться стали То есть Поздравляю Вы такая хорошая пара Вы идеально подходите Друг к другу Ну и мы подумали Ну а может и правда Хорошая пара Так он еще Не просто это Жених то А он это Почти султан Ну там это Серкан Балат С бородой даже То есть ну турок То есть уже Пол дела сделано Да еще рассказал мне Как свадьба будет проходить То есть на меня надену Такое длинное Красивое пышное платье Созовут очень-очень много гостей Там минимум 500 человек И каждый будет подходить И пока Место на моем платье Не закончится Они будут вешать там денежку Ну я как про денежки услышала Сразу согласилась Говорю давай Езжай ко мне В Питер Будем это Свадьбу играть Хотя бы ну Посмотрю на тебя Понравился И я конечно ну Решила всем рассказать Ну там в инстаграме сторис сняла Там вот смотрите Вот это там Ну и эту сторис посмотрел Другой турок Который тоже имел на меня планы Но я об этом не знала Но мальчик оказался предприимчивым И Решил действовать напряжение Сказал родителям Она от меня беременна Давайте спасать наследника Едем скорее свататься И таким образом У меня образовалось аж три жениха Ну первый мой Идеально там 26 лет Постарше там Ну прекрасно Богатый Красивый Второй На пять лет младше Мальчик красивый Да но Пока что я Шуга маме Становиться не хочу Продолжай Продолжай Я уже немного Шуга Но пока еще не маме Вот И Ну говорю Нет спасибо Не хочу Ну и тогда его отец решил Принести себя в жертву И говорит Ну тогда моей женой становись Подожди Подожди ты сейчас турецкий сериал Пересказываешь? Ну так вот я говорю Он говорит Нет это вторая жена Я говорю вы хотите третьей меня взять? Он говорит Нет третья дома сидит Есть еще четвертая Можешь четвертый пойти Причем Еще стали накидывать Ром Слышь Я секундочку Давай давай я слушаю Ну стали накидывать То есть список вы только составили Что мне подарят Ага Что мне подарят Причем вот ткани Разного вида Разное значение Что-то тому-то Это тому-то Это для того-то Часы золотые И денег много Ну я такая слушаю там Деньги хорошо Да еще дадут Да еще на платины вешают Вообще хорошая сумма выйдет Вот И еще спорят Кто их ребенок И этот говорит Мой ребенок Этот говорит Мой ребенок И аргументы убийственные Так в итоге Сколько бабок дали? Около трех миллионов Наличными И еще на платье Ты реально замуж выходишь? Стоять Еще не конец Ну в общем Эти говорят что этот ребенок Говорят что их ребенок Причем аргументы убийственные Один говорит Мой ребенок Подожди ты беременная Подожди ты Ладно Туда экстрасенс ушел Этот говорит От меня беременная Потому что моя невеста Этот говорит Так ты беременна или нет? От нас беременная Потому что он моложе И сперматозоиды Быстрее двигаются А я сижу не целованная На все это смотрю И понимаю что эти турецкие сериалы Видимо на реальных событиях основаны Нормально Ага То есть это все так и было? Это все так и было Чуть-чуть Ну и в итоге Вот этот список мне предоставили И венцом Было просто вот Изюминкой Барана тебе дадим Я говорю Зачем мне баран? Мы реально так быстро выпуск сделали Что приходится вот так Баран с красной леточкой Это премиальный Девушка хочет выговорить Премиальный баран Я говорю Зачем мне в Питере Премиальный баран Не я знаю я знаю Вот Я говорю Не нужен мне баран Я ветеринар Ну я там это рыба кормлю там Мопсиком температуру мерила тогда Но бараны мне зачем Я их никогда в жизни не видела Он говорит Давай второго барана Я говорю Да не беременная я Так в итоге сколько дали? Что дали? В итоге Я говорю не беременная Они говорят надо ждать Ждали Шесть месяцев ждали Можешь это все в камеру говорить Пожалуйста Я верю Я верю в то что она действительно Ну В итоге Сняли дом Шесть месяцев жили Никто не родился Они уехали Все Все? Все? Спасибо тебе огромное Спасибо большое Я верю Я верю Я просто почему то потому что это Ну она прикалывается Типа что так долго рассказывает Или она Она реально Некоторые женщины так разговаривают Так долго? Пошли Это мило Пойдем 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 Будем крутить Давайте ребятки я крутану так хорошо А ты можешь с той стороны Это наше место Хорошо Смотри метится Что бы ты хотел чтобы выпало А что бы ты хотел чтоб не выпадало Я бы хотел чтобы выпало Казахстанская симка но ее нету Как жаль Вот Ну что бы я хотел чтобы Я все хочу чтобы попадало Все? Да вот так вот подписчики Я хочу все что попадало Давайте Ну тогда традиционное Крутите барабан Какой-нибудь сильно крутил? Прям сильно Ну такое Ну ускорьте там на монтаже пожалуйста Ты облажался Сильно прям кто то сильно крутил О боже О боже Маска для ограбления Маска для ограбления Ну главное не наказание Уже повезло правильно? Да это подарок Это было шоу Кто твой подписчик? В гостях у нас был Егорик А ведущий у нас Рома Каграманов Невероятная Карина Кросс Пишите в комментариях Кого вы хотите увидеть в следующем наших гостях Ну и конечно ставьте лайки Пока Все Давай Все пока Субтитры сделал DimaTorzok